Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Местные продукты в кубанские здравницы. Как выполнять задачу, поставленную главой региона? Опасное вождение, нововведение в правилах дорожного движения, комментарии ГИБДД и взгляд автолюбителей. Открытие сезона 2016. Что ожидает жителей и гостей курорта уже 11 июня. Жители Новой Алексеевки и Станицы Анапска побывали сегодня на приеме главы города-курорта. С какими вопросами обратились к Сергею Сергееву в нашем материале. Микрорайон Алексеевский растет. Появляется все больше новых улиц. Проблемой остаются коммуникации. В 2011 году здесь построили канализационную насосную станцию на краевые и муниципальные средства. Части домовладений вложили в строительство подводящих сетей. На прием к главе Анапы пришли жители Камышовой и Кленовой, просьбой помочь со строительством 300-метровой трубы. Когда по набережной проложат, мы тогда сможем врезаться в эту набережную. А откуда он будет идти? А он вот на Таежной улице, вот это уже колодец, уже провели. Там застройщик провел 300 метров вот этой трубы, вот этого коллектора, от Таежной до Насосной, на стадионе. И остановился он на Таежной. Теперь нужно от Таежной до Солнечной 300 метров. Существующий коллектор резаться хозяева 69 домов не могут, так как их участки расположены под уклоном, а коллектор самотечный. Жителям надо объединяться в кооператив и делать проектную документацию. В таком случае можно рассчитывать на получение средств на строительство по программам софинансирования. У меня же должны быть аргументы. Я могу сказать, вот за людские деньги сделан проект. Нам сам Бог велел теперь добавить, ну на строительство понятно, что сумма будет больше намного, и сделать. Люди-то первый шаг сделали. Будет проектное решение, будем просить средств. Будем искать различные способы. Создание инженерной инфраструктуры – мероприятие затратное. Бюджетная политика в этом году такова, что средства расходуются на самое необходимое – выполнение социальных обязательств. Дмитрий Савин рассказал главе Анапы о строительстве воскресной школы при Свято-Вознесенском храме в станице Анапской. Стены стоят, а на завершение проекта средств нет. Сергей Павлович, он просит помочь найти инвестора. На сегодняшний день только в 12-й школе порядка 300 казачат. И когда даже добрая половина из них приходит к нам в храм, у меня нет просто даже помещения, где с ним не проводить работу воскресной школы. Поэтому это как бы вынужденно. Вы очень не знаете о вашем беде? Ну это не беда, это наши какие-то определенные успехи, просто затруднения. Конечно, институт Виктор знает, что сейчас очень сложно, и он периодически приезжает, смотрит наши объекты, конечно, в курсе. Хорошо, я подумаю. Да. Я был бы очень признателен, какая форма или возможные результаты. То есть это уже на ваше усмотрение, если это возможно. Хорошо, я подумаю. Кубанские сельхозпроизводители за пять месяцев текущего года поставили в санаторно-курортный комплекс края более 1300 тонн местных продуктов. Напомним, в мае прошлого года на краевом совещании в Анапе глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу обеспечить местные курорты продуктами кубанских сельхозпроизводителей. Как мы уже сообщали ранее, чтобы продвигать кубанскую продукцию на потребительский рынок и в санаторно-курортный комплекс, проводятся инфотуры. В марте и апреле этого года они прошли в нашем городе и Геленджике. В них приняли участие руководители предприятий АПК, торговли, санаторно-курортного комплекса, организации общественного питания и бюджетной сферы Анапского, Крымского, Северского районов, Анапы, Новороссийска, Геленджика и Горячего ключа. АПК Кубани представляли около ста предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они предложили 2500 наименований продукции мясной, молочной, кондитерской, консервной, винодельческой, рыбоперерабатывающей, пиво безалкогольной и других отраслей. В результате были заключены 116 договоров на поставку продукции и 682 договора о намерениях. На столах в анапских здравницах 90% продуктов кубанские. Так, в прошлом году наши предприятия санаторно-курортного комплекса закупили почти 2 тонны цельномолочной продукции, 1200 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 1900 тонн овощей и 1500 тонн фруктов. По прогнозу, на конец этого года показатели вырастут. И в продолжение темы. Россия к 2020 году будет полностью обеспечивать себя фруктами. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Цитирую, мы ставим перед собой амбициозные задачи и планируем к 2020 году выйти практически на стопроцентный уровень самообеспеченности по таким видам продовольствия, как молоко, мясо и овощи, а по фруктам сохранить импортные поставки лишь в части цитрусовых и экзотических фруктов, которые не растут на территории нашей страны. Конец цитаты. В прошлом году объем производства сельхозпродукции в России в денежном выражении впервые превысил 76 миллиардов долларов. При этом экспорт сельхозпродукции из РФ превысил 16 миллиардов долларов. Сотрудники муниципального контроля отправили на штрафную стоянку две мобильные торговые точки. Они были установлены в курортной зоне без разрешения. Общественники помогают городским властям наводить порядок. Активисты отмечают, иногда ларьки устанавливают так, что они попросту стоят на пути пешеходов. Курортная зона. Всего у предпринимателя было четыре таких точки. Три он демонтировал самостоятельно после того, как получил предупреждение межведомственной комиссии. Кроме того, требование убрать незаконно установленный объект публикуют в газете в разделе с официальной информацией. Четвертый павильон после составления протокола сотрудниками муниципального контроля увезли на штрафную стоянку. Владелец может его забрать, если подтвердит свои права документами и заплатит штраф на первый раз одну тысячу рублей. В последующие уже пять. С начала года в Анапе выявили более 40 несогласованных временных торговых точек. Должны обратиться в управление торговли, оформить заявку, согласовать. Если будет разрешение, заключается договор. Пожалуйста, работайте. Никто не против, чтобы люди зарабатывали деньги, но только цивилизованным путем. Выявлять подобные объекты помогают территориальные органы самоуправления. У них есть вся информация о согласованных местах торговли. Как поясняют общественники, предприниматели стремятся, чтобы их предложение было ближе всего к отдыхающим. Однако, конкурируя подобным образом, некоторые размещают торговые точки просто на дороге, без какого-либо разрешения. Тротуар, люди идут и ее обходят. Мы же общественники. У нас очень много людей в квартальных комитетах наших активистов, которые любят свой город. Которые хотят, чтобы он был красивый, привлекательный для наших отдыхающих, которые приезжают к нам. А если отдыхающие будут приезжать и спотыкаться об бочки, об какие-то там ларьки, то зачем они приедут? Они скажут, что у нас не город, а хаоск. В прошлом году городская административная комиссия выписала штрафов владельцам несогласованных торговых точек более чем на полтора миллиона рублей. Внимание, экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, с 6 по 8 июня местами в край ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Резкий подъем уровня рек. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Аварийные коммунальные службы Анапы также находятся в режиме повышенной готовности на случай дождей. По поручению главы курорта продолжается ревизия ливневых канализаций и водоотводных каналов. Прочистка ведется там, где есть засоры. Сегодня промывали ливневки на улице Заводской от Астраханской до Краснодарской, на Красноармейской от Советской до Чехова. Следующий маршрут – улица Советская от Владимирской до Краснодарской. И к другим темам. 8 июня вступают силы изменения в правилах дорожного движения. Постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, вводит новый пункт правил – опасное вождение. Что ожидают любители быстрой езды, которые в общем потоке движения нарушают и подвергают риску жизни других водителей, выясняла наша съемочная группа. В преддверии курортного сезона в Анапу приезжают тысячи автомобилей из других регионов. Но не все автомобилисты готовы двигаться в общем потоке, держать дистанцию и соблюдать очередность проезда. Многие, желая сэкономить собственное время, идут на грубейшие нарушения, превышают скорость, не соблюдают боковые интервалы и игнорируют требования при перестроении. Новый пункт правил дорожного движения рассматривает такой стиль езды – коротко и емко – опасное вождение. Для таких водителей отдел ГИБДД по городу курорта Анапа подготовил комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений. Будем задействовать скрытое патрулирование, как рассматривается. То есть будет вестись видеозапись, после этого патрульным автомобилем будут водители, которые нарушили, грубо говоря, правила маневрирования. В целом автомобилисты поддерживают такое нововведение. По их мнению, это не только существенно сократит количество аварий на дорогах, но и будет дисциплинировать любителей быстрой езды. Много лихачат, из-за этого проходит ЭТП. Только, наверное, из-за этого. Люди, которые в себе самоуверенные, а на самом деле не осознают своих действий. Я отношусь положительно. Я хочу, чтобы не было таких несчастных случаев на дорогах, когда остаются люди инвалидами и вообще уходят из жизни. Так что надо еще пожестче такие законы принимать. У нас такая смертность на дороге. Никакой стране мира такого нет. Новая поправка в ПДД пока будет работать в тестовом режиме. Штраф за опасное вождение может составить 5000 рублей и более. Его размер будет окончательно установлен этой осенью. 11 июня Анапа открывает новый курортный сезон. Яркая и разнообразная программа празднований будет интересна и местным жителям, и нашим многочисленным гостям курорта. Всех возрастов, что называется, от мала до велика. Начнутся торжества в 10 часов утра. Праздник лета. Детки и голос в Анапе стартуют на театральной площади. В сквере имени Гудовича гостей встретит парк здоровья «Зарядись на лето», где будут работать тематические площадки с играми и конкурсами, ростовые куклы и аниматоры. Также в программе праздника цветочные и фруктовые ярмарки, кулинарные конкурсы, мастер-классы, винные фестивали. А на театральной площади будет пестрить красками знаменитый карнавал. Интерактивные площадки будут работать по всему центру города, на которых выступят анапские творческие коллективы и приглашенные гости. Вечерний концерт «Город сказочных легенд» закончит выступлением Александра Буйнова. Праздничный фейерверк «Казарит небо» в 22.30, а затем в финале этого дня шоу-программа «Зажигай». Подробный план мероприятий, посвященных открытию сезона в Анапе, вы можете найти на нашем сайте. Крывая ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани» для несовершеннолетних от 14 до 18 лет пройдет завтра, 7 июня, в Краснодаре. Десятки работодателей представят для ребят более 500 предложений о временной работе и в период летних каникул. Каждый юный участник также сможет узнать, какая профессия ему подходит, пройдя компьютерное тестирование в одном из мобильных центров занятости. Подростки и их родители приглашаются на ярмарку вакансий с 10 до 13 часов в Краснодарский краево-выставочный зал изобразительных искусств. Все услуги на ярмарке бесплатны. Телефон для справок в Краснодаре – 262-53-36. Генеральный партнер программы «Новости». Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова